Всем привет! Спасибо всем, кто пришел. Давайте представлюсь для начала. Меня зовут Алексей Хременко. Сам я ярый фанат JavaScript. Если бы честно, я бы оставил здесь одну JavaScript-секцию и все. В добровольно-принудительном порядке. Чтобы люди приобщались и DevOps на JavaScript, и Nginx на JS переписать. И чтобы всем хорошо было. Но это на самом деле небольшой такой перебор. Но пока нравится. Я не знаю, JavaScript как-то очень идет. Смотрите, от себя хочу сначала поделиться очень важным открытием. Я нашел очень важную штуку. Просто, если нужно найти, какого уровня программист, позовете его все на собеседование и просите с собой взять его личный ноутбук. Вот так выглядит ноутбук джуниор программиста. Вот так, ну, такой middle. Ну, такой средний. Вот так, senior. Например, вот так, архитектор. Ну, а если с этим пришел, то я не знаю, как бы, то как-то надо подумать. Потому что все равно есть во фронт-энде перехоз. Смотрите, сам я работаю в компании Panweb. Кто хотя бы раз слышал про это? Ну, вот пару людей. Смотрите, ну, раз не слышали, я вам расскажу. Смотрите, Panweb – это компания, которая, ну, скажем так, вот вы о ней не знаете, а она есть. И основной момент в том, что они занимаются рекламой, бизнесом рекламы, и они являются неким таким связующим звеном в этом всем. И, собственно говоря, там я работаю фронт-энт программистом. Также в свободное время организуем Angular Meetup, поэтому обязательно приходите. Они у нас сейчас не регулярные, сейчас мы на каникулы ушли, но обязательно после лета, ну, в конце лета или там, либо в начале, собственно говоря, восстановим. Еще дополнительно добавляйтесь в Telegram группы, там есть группы по Angular, React и по разным фронт-энт технологиям. И не только фронт-энт, но и DevOps, и какие-то бэк-энт технологии есть. Поэтому добавляйтесь, что-то интересное для себя можете найти. Смотрите, кто знает, что важного и интересного было в последнее время? На прошлой неделе событие прям важное вообще, критически важное. Ну, идеи. Не сняйтесь. Так, давайте, ребята, давайте потренируем речевой аппарат. Давайте что-нибудь тогда покричим, чтобы у нас как-то мы прочувствовали, что мы можем слух говорить. Что крикнем громко? Идеи какие есть? Что покричать? Слово какое-нибудь? Цензурное? Ура. Давайте. Ура. Давайте. На счет три. На счет три. Раз. Два. Ура. Вот. Замечательно. Так вот, какие идеи? Что было интересного на прошлой неделе? Ну, есть варианты. Неужели такая скучная неделя? Ребят, прям вообще такая скучная. Смотрите, на самом деле пять лет исполнилось ангуляру. Собственно говоря, такое событие. Да, спасибо, 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 спасибо. Пять лет. Исполнилась, конечно, старая версия ангуляра, пять лет. Новая. И сам ангуляр еще там в бета-версии был, ну, неважно. Смотрите, маленькая ремарка. Вот сейчас все интересное, что вы сможете здесь увидеть, что-то, если вас заинтересует. Не доставайте телефоны, не тратьте время. В конце будет рекурсивная ссылка на все ссылки. Поэтому не заморачивайтесь. Если вдруг что-то интересное увидите, это будет в конце в одной ссылке все. Все необходимые информации, которые только могут быть. Смотрите, когда я говорю про ангуляр, я хочу, чтобы все понимали, четкое разделение вообще было, что вот ангуляр версии 2.x и выше, сейчас четвертое, самое последнее, это называется ангуляр. Все старое, сами разработчики Гугла просят называть ангуляр.js. Ну, то есть, чтобы мы четко понимали различия абсолютно. Сейчас последняя версия 2.4.2.3. И версия, ну, скажем так, интересная, но не принесла каких-то больших, поэтому я сейчас не буду о ней рассказывать. И вот смотрите, ну, вот ангуляр, ангуляр, я вот тут про ангуляр рассказываю. Зачем? В принципе, все работают, всех устраивает то, на чем работают, да? Кого не устраивает, ребята? Остальные в третьем каком-то состоянии находятся, такое, видимо, сером, между устраивает и не устраивает. Окей. Смотрите. Ну, вот, все вроде хорошо. Зачем нам вот про ангуляр? А потому что у ангуляра есть одна очень классная особенность. Это один из немногих фреймворков, который не поставит вас в тупик в том плане. У кого возникало желание, к примеру, шаблоны переписать, да? Чтобы, к примеру, там в JSX синтаксис новый добавить. Ну, вот, вот, видите, люди, есть такие люди, они существуют. Смотрите, ангуляр один из немногих фреймворков, где вы не, где вы очень редко упретесь в какие-то ограничения самого фреймворка по производительности, по конфигурации, по еще чему-то. И сейчас я постараюсь это рассказать. Теперь смотрите, давайте познакомимся. Вот, кстати, кто с ангуляром работал уже, поднимите руки, то есть такие люди есть. Вот. Для остальных давайте познакомимся. Ну, увидим реакцию. О, извиняюсь, ангуляр. Оговорка по фрейду, да? Смотрите, ангуляр. Выглядит он всегда так. У нас есть какие-то импорты вверху, у нас есть какая-то метаинформация в декораторах, да? И у нас есть какой-то класс с какой-то логикой. И вот 90% того, что вы будете перед собой видеть, будет выглядеть именно так, именно таким способом. Смотрите, вот сейчас у вас, возможно, такое ощущение. То есть, ну вот, вы сейчас, возможно, так это воспринимаете. Какой-то бред страшный. Но теперь смотрите, вот сначала я хочу рассказать про одну маленькую вещь. Я тоже ангуляр не любил изначально. Особенно меня бесил синтез шаблонов. Вот эти круглые, квадратные скобочки. И комбинация круглых и квадратных – это бананы in the box. То есть еще даже название для этого придумали. Зачем все это вообще? Что за бред? Они с ума сошли, что ли? На самом деле все очень просто. Старый ангуляр до версии 2.0 создавал шаблоны вот таким вот способом. То есть он создавал обычный элемент, шаблон просто вставлялся в этот дом-элемент. Дальше проходились по всем, скажем так, то есть обычный дом-парсер парсил все это. Потом проходились по нодам и искали атрибуты. Находим ng-текст атрибуту, директиву так называемую. Делаем что-то, вставляем текст. Находим цикл. Делаем что-то, вставляем цикл. Находим события, к примеру, change или клик, то добавляем события. Вот кто видит здесь просто страшный просто недостаток, просто что вот здесь уже что-то очень плохо? У кого такое ощущение возникло? Было? Вот, да. Смотрите, у тех, у кого не возникло, на самом деле оно должно возникнуть ровно по одной простой причине. Потому что, вот, вот, к примеру, на каждое событие, на каждое свойство нам надо создавать директиву. Это проблема, в которую уперся ангуляр, старый. Это проблема, которая не решена в реакте. Это проблема, которая не решена почти во всех, ну, почти во всех, в большинстве современных фреймворков. Смотрите, что придумала команда ангуляра? Она говорит, а давайте вот придумаем синтаксис вот такой, квадратные скобочки, это будет просто присвоение. И все, что написано, это просто, то есть мы можем вставить что угодно вместо property. Вообще все, что угодно, это просто превратится в присвоение атрибута. Круглые, это просто подписка на событие. Мы можем написать любое название события, и он ангуляр за нас подпишется. Круглые, квадратные, это комбинация, собственно говоря, и того, и того, чтобы симулировать, скажем так, двухстороннее связывание, да, чтобы проще было работать с формулой. Но если такой синтаксис не нравится, на самом деле есть алиасы, у нас есть bind префикс вместо on префикс, и bind on для комбинации, собственно говоря. То есть на самом деле нас ничто не заставляет именно вот таким вот форматом пользоваться. Теперь смотрите, возвращаясь к тому, что вот в React, если нам надо событие какое-то кастомное, какой-нибудь nventer, которого нет в React, ну вот не имплементировала еще команда, экспериментальная, то все, нам приходится вот писать, заниматься вот такими вещами, собственно говоря. В ангуляре мы просто берем и пишем строчку, которую мы хотим. И смотрите, вот здесь я надеюсь, я вас навел на мысль, что много решений в ангуляре какие-то, которые кажутся безумными и какими-то странными, они на самом деле решают некоторые проблемы, которые другие даже не пытаются решать, просто банально. Поэтому, ну скажем так, да, возможно, местами спорное, но как только я осознал, какие проблемы позволяет решать синтаксис, этот синтаксис мне теперь нравится. После того, как я понимаю, где он мне помогает. И теперь смотрите, вот сейчас закончим с небольшой полемикой и уже перейдем к чему-то уже более интересному, именно конфигурированию. Смотрите, вот как можно конфигурировать что-то, да? Вот у нас есть какой-то фреймворк, у нас есть что-то. Что обычно мы… обычно что в фреймворках бывает? Роутинг, ну нет, смотрите, ладно. Ну это встроенные настройки, то есть у нас есть какой-то фреймворк, и он изначально, там заранее какие-то заданные настройки, которые заранее разработчики предусмотрели. Ну логично, там допустим, development или production режим, да, которые там разные информации по логированию дают. Angular обладает еще одним, очень интересным, на мой взгляд, по крайней мере, способом конфигурировать, это dependency injection. Сейчас я про него подробнее расскажу. И еще один способ, платформы. Смотрите, давайте про встроенные настройки я говорить не буду, это понятно. Ну как бы есть какие-то опции, они определенным образом настраиваются, тут никакого ракетенция нет. А вот dependency injection. На самом деле есть отдельный целый доклад, рассказывающий про dependency injection в JavaScript, зачем он нужен, что он позволяет делать. Посмотрите, кто, допустим, не смотрел. И теперь давайте вкратце, просто чтобы понимать задачу. Ну смотрите, банально, когда мы пишем OP, мы пишем OP, в Angular мы пишем OP в основном, все-таки у нас там не функционально, там больше объектно-ориентированное программирование. У нас есть классическая проблема, когда мы создаем класс, и этому классу нужны какие-то зависимости. Ну вот он зависит от каких-то других классов. Мы можем создавать прямо в классе, но у нас будут с этим много проблем. На самом деле есть способ это обойти. Просто через конструктор берем и передаем все эти зависимости. Ну то есть выносим процессы к созданию вне класса фактически. То есть мы эти dependency уносим и вот через конструктор. И это помогает, это работает. Смотрите, соответственно, что это позволяет делать? Это нам позволяет создавать какие-то моковые запчасти, тестировать лучше, анализировать, конфигурировать. Ну очень много полезного всего. И как это относится к Angular? У Angular есть своя dependency injection система, то есть которая реализуется по подобному паттерну. Выглядит она таким образом. То есть если вот мы просто берем изначально просто объект Angular, то у нас там есть объект инжектора. У этого объекта есть Resolve and Create, который создает некий контекст, из которого мы можем забирать что-то. И в контекст передается информация. Здесь передаются какие-то классы, просто классы. Теперь смотрите, вот это все, это на самом деле синтаксический сахар. У кого-то есть диабет сахарный? Нет? Ну слава богу. Потому что сахара будет много. В Angular на самом деле очень много сахара, который помогает вам экономить лишние срочки кода. И вот на самом деле вот явная запись. То есть мы пишем, что вот для этого типа данных используй вот этот же тип, скажем так, класса. Ну чтобы не писать много, можно написать так. Окей. И вот эти провайды, это рецепты, по которым Angular понимает, что надо вот, если кто-то хочет этот класс, надо создать его с помощью такого-то класса. Смотрите, и на примере с машиной внедрение, идет с помощью декораторов. То есть мы указываем декоратор inject, пишем там тип данных и пишем, собственно говоря, само название переменной. Теперь смотрите, а вот можно ли от этого dependency injection избавиться? Конечно же нет, потому что он прям вот этот Angular dependency injection, он пропитан сверху донизу Angular. Но это не только минус, это еще большой плюс. Сейчас я надеюсь, вы поймете почему. Теперь смотрите, перед тем, как мы уже к самому со всем интересным, мы перейдем, я вас еще помучаю. Я расскажу про платформы, потому что это важно. Angular, ну вот он просто, у нас есть компоненты. Я вас познакомил с компонентами, вы сейчас видели компонент ангуляровский. Он просто, но он не живет сам по себе. Angular нужна еще одна абстракция, называется она модули. То есть компонент сам по себе не живет отдельно, все живет в модулях. Эти модули это, скажем так, такой удобный способ создавать lazy loading, грубо говоря. То есть благодаря этому можно получать lazy loading в любой момент времени. То есть я написал приложение, оно не учитывало вообще ни разу, что у меня будет lazy loading, воткнул модуль и получил все, что нужно. Ну то есть идеально в этом плане. И смотрите, чтобы еще одна абстракция, то есть, как говорится, абстракция, она абстракция, абстракция и погоняет. Смотрите, еще одна важная абстракция, это платформы. Чтобы у нас что-то где-то работало, в Angular нужна платформа, на базе которой будет что-то работать. Эта платформа, она работает в связке с dependency injection. Я сейчас покажу, в чем это суть. Но главное, что вы должны понимать, что подменяя платформу, вы можете тот же самый код с теми же модулями, с теми же компонентами использовать для совершенно других задач. И еще последний маленький нюанс, сами модули могут себе включать модули, в которых могут быть компоненты. Ну и такой способ, собственно говоря, компоновки зависимости. Смотрите, вот на примере вебворкеров, то есть у кого, скажем так, давайте такой провокационный вопрос, у кого фреймворк поддерживает работу с вебворкерами из коробки? У вас Angular? Да. Вот, смотрите, запоминайте. Харкаверзные вопросы. Angular, у него еще одна из особенностей, он из коробки умеет работать с вебворкерами. То есть вы переносите фактически все ваше приложение, вам не нужно особо ничего делать. Я сейчас покажу, что нужно сделать. Сделать она немного. Надо создать платформу для вебворкеров, грубо говоря, в главном потоке нашего приложения и запутстрапить ее, передав туда файл вебворкера. В файле вебворкера нам надо просто перенести ссылку на наш модуль, главного нашего приложения и синициализировать его вместе с вебворкером модулем. И платформу тоже вебворкер проинициализировать, ну, просто в двух местах, в главном потоке и в вебворкере. Все. А как же веббак настроить? И все работает. Не-не-не-не, погоди, ты зачем портишь все веселье? Когда я сказал все, вот мне жалко, что прервали, потому что я на самом деле хотел сказать, что под все я подразумеваю, что дальше у вас еще несколько месяцев конфигурации вебпака предстоит вам. Потому что Angular CLI и текущие инструменты, которые позволяют вам легко конфигурировать, не заморачиваться конфигурацией, не поддерживают. То есть вам вот это придется добавлять вручную, в пайплайн, в конфигурацию и во все прочее. То есть, к сожалению, с точки зрения кода все легко, с точки зрения вебпака все сложно. Но это я, честно, если я могу сказать про любой фрэморк сейчас, мне кажется. Теперь смотрите, что еще классно можно сделать? Вот кто React Native знает? Окей, кто слышал хотя бы? Ну, слышали-то, да, молодцы, ребята. Смотрите, а вот есть Native скрип, и он лучше. Вот чувствуете провокацию. А в чем провокация-то? На самом деле, смотрите, в чем его суть. Native скрип, во-первых, позволяет вам писать на Angular, то есть вы берете и просто пишете код, который выглядит как код Angular компонента. Только заметьте, что у вас используется именно XML обычный, то есть у вас используются нативные элементы. То есть вы используете, ну, у вас код пишется, например, в скрипте, но вы пользуетесь нативными элементами. У вас все быстро. Но главный-то плюс на Native скрип, а еще маленький, я очень хочу поделиться, это тем, что мало... Вот смотрите, в React Native, как только вам надо написать плагин, вот нет у вас, к примеру, какого-то поп-апа. Что вам нужно сделать? Нативный код писать. То есть на Android, Kotlin, на еще чем-то писать нативный код. В Native скрипте вам не надо, вы на JavaScript можете плагины писать. Обращаясь к нативному API напрямую. То есть вот здесь NSOperationQ, это нативный API. Я его использую с JavaScript и плагины, они написаны на JavaScript все. Для iOS и для Android. Но их надо отдельно писать для каждой платформы, но это все равно мелочь. Но приятно. Теперь смотрите. А теперь давайте уже начнем уже конфигурировать что-то. То есть мы платформы научились подменять, я надеюсь, это понятно. Подменяя просто платформу, мы можем получить разные среды выполнения. С воркерами, сервер-сайд-рендеринг так же делается. Мы просто подменяем платформу на платформу, которая поддерживает сервер-сайд-рендеринг. А вот с HTML интересно. Смотрите, во-первых, мало того, что вы можете использовать разные шаблонизаторы, вот последний, вот кто про последний слышал? Стэнд. Никто не слышал? Вот правильно, потому что я его только недавно написал. Окей, это такая маленькая реклама. Видите, как я рядом себя поставил хорошо, с какими гигантами. Ну, на самом деле, не обращайте внимания. Идея-то в чем? Что, во-первых, вы можете использовать кастомные шаблонизации, к примеру, баг шаблоны, да, и делается это очень легко. Вы просто добавляете небольшую конфигурацию в баг маленькую и используете баг-темплейты. И вы тогда, в этот момент можете писать вот такую красоту. Кому захотелось? Кто на это посмотрел, а ему захотелось на этом писать? Есть хоть одна рука? Нет? Ну, вот тут кто-то попытался поднять, но постеснялся. Окей, ладно. Ну, смотрите, да, шрифты, наверное, неправильные, поэтому выглядят некрасиво, как я подставил баг. Но, на самом деле, кому-то это очень нравится и кому-то это очень полезно, на самом деле. И это можно делать, то есть вы можете использовать шаблонизацию, но это такая простая кастомизация. Теперь смотрите, вот у нас ситуация. У нас есть какой-то наш синтаксис шаблонов, а потом бах, мы увидели, ну, какой-то у нас вставляем строку, которая выглядит как, ну, соответствует, к примеру, этому же синтаксису. Да, эта проблема есть, в принципе, во всех шаблонизаторах. Да. И у нас ошибка, потому что мы пытаемся вставить какой-то синтаксис, который выглядит как синтаксис шаблона, но это просто строка обычная. Но у нас здесь несколько вариантов, на самом деле, в ангуляре. Мы можем как бы обернуть это во что-то и добавить non-bindable директиву, которая, скажем так, не будет здесь ничего парсить. Это один вариант. Но есть вариант веселее. Мы можем взять и отнаследоваться от парсера ангуляра, вот эта мощь op и dependency injection комбинации. Мы можем взять, мы можем подменить interpolation regaps, то есть регулярка, которая используется для определения вот этих вот двойных кавычек, заменить ее, допустим, на квадратные кавычки, подменить пару методов. Но это просто необходимо, потому что оба эти методы ссылаются. Один ссылается на другого, а один ссылается на регулярку. Два метода подменяем и дальше используем dependency injection. Просто берем и в главном модуле говорим, а вот для парсера используя наш парсер 2, более крутой, более надежный. И вот после этого мы можем начать делать вот так. При этом самое главное, ничего не сломается. Мало того, мы не сломаем другие части приложения, которые подключаются через отдельные модули. Ну там небольшая пляска может понадобиться. Вот, но в любом случае мы можем вот это вот внедрить для компонентов, которые нам необходимы. Просто там, где нам, ну мы не хотим задумываться о каком-то особом синдексе или особо каких-то проблемах. Окей, то есть мы взяли и подменили парсер просто. Супер, мне кажется. Теперь смотрите, следующее, что я хочу рассказать, это про CSS. Это встроенная настройка, то есть смотрите, по умолчанию вот мы пишем какой-то класс. К примеру, вот здесь у нас класс тест, и у нас цвет для него классный. Все просто и логично. Мы давали CSS, он применился. Хорошо. А теперь смотрите, я беру и делаю что-то странное. Я беру и говорю, а давай для body вообще все покрасим в красный из компонента. То есть нарушаю вот эту инкапсуляцию компонентную. А на что мне Angular говорит? Нет. А как он это делает? А делает он потому, что у него есть так называемый эмулетный режим, в котором он вставляет дата-атрибут специальный на компонент, который генерируется динамически. И вставляет его тоже в CSS. Благодаря чему он матчится, фактически все правила, вот это вот, например, в body, оно матчится только на этот компонент. То есть такой вот режим эмуляции, он эмулирует нативное поведение. Под нейтинг, то есть есть несколько режимов, у View Encapsulation есть нативный режим, есть эмулейтинг режим, по умолчанию эмулируется, используется дата-атрибут. Нативный – это обычный Shadow DOM фактически спецификация. То есть если у вас браузер поддерживает Shadow DOM, вы можете переключиться на него и пользоваться, собственно говоря, этим. Ну или вообще выключить, если вы любите просто глобальный CSS-стиль и не хотите с ними расставаться. Angular вам это тоже позволяет. Вы можете выключить и красить body в красный цвет. Смотрите, следующая классная вещь очень – это Type Style. То есть так как Angular в основном пишется на TypeScript, то тяжело немножко работать с какими-то решениями для CSS NGS. Но есть хорошее решение Type Style. То есть это CSS NGS только для TypeScript. И они поддерживают автокомплит, они подсвечивают вам, что это свойство такое, у него могут быть какие-то значения, и у них подсвечивается, что, допустим, значение неверное. То есть очень классная вещь. Попробуйте даже если не пользуетесь Angular, но пользуетесь TypeScript. Теперь с языками. С языками на самом деле очень интересно. У вас есть выбор фактически почти из любого варианта. То есть вы можете писать на TypeScript, вы можете писать на ECMAScript 2015. И вот заметьте, я вот переключаю слайды, и ничего не меняется. А это не потому, что я что-то забыл. Я очень хитро сделал. Сами документации, если вы откроете документацию по TypeScript, они стараются всегда использовать как можно меньше типизации. Поэтому даже если вы не знаете TypeScript, открыли документацию, у вас ничего не испугает. То есть нет никакой сложности писать более похожий на ECMAScript 2015 синтаксист. То есть где-то типы надо будет указать, конечно. Но в общем и целом вы можете писать. И также ECMAScript 2015, он очень похож на TypeScript. Поэтому просто открываете документацию TypeScript и пишите без типов. Все очень просто. Вот с ECMAScript 5 немножко веселее. У них есть свой DSL, которым надо пользоваться, если вы хотите, чтобы это выглядело как-то более-менее красиво. Ну и итог. Кто считает, что это красиво? Слава богу. Я того же мнения. Поэтому будьте аккуратны. Смотрите, с дартом очень весело. Но это я свое мнение высказываю. Поэтому аккуратнее. Делайте поправку на видео. По поводу скорости. Смотрите, сейчас очень коротко и очень вкратце расскажу, в чем собственно суть всей этой производительности Angular. Почему он относительно быстрый и почему его можно ускорять до бесконечности. Первое, что нужно понять, это зона. Смотрите, зоны – это очень классная вещь. Это вещь, которая пришла из дарта. Несмотря на то, что я его ругаю, это вещь классная, которая пришла из дарта. Идея такая, что когда вы сюда смотрите, вообще не важно, что тут написано. Строчки какие-то, кавычки. Вообще не важно. Все вот это превращается в вот это. Винегре. Angular просто постоянно теряет контекст. Что, где, когда и кем вызвано. То есть функция фактически забывает, какая другая функция в какой момент времени ее вызвала. То есть да, вы можете вызвать exception, получить stack trace, но вы не поймете, в какой момент это было сделано, какой функции. И если вы получаете exception, все очень плохо. И для этого придуманы были зоны. Они позволяют вам восстановить этот контекст. Смотрите, яркий пример – то, что вы когда запускаете в какой-то зоне что-то, помечаете эту зону каким-то флагом. Потом запускаете какой-то вермишель из коллбеков и вот этот весь JavaScript. А когда вы происходите в какой-то зоне, вы всегда знаете, что вы в ней. Когда вы что-то вермишель, вот этот JavaScript в Винегре, запускаете вне зоны, то вы видите, что оно вне зоны. То есть зоны только для этого. Angular обернут в одну зону, чтобы Angular понимал, когда что-то произошло внутри фреймворка, а не где-то в какой-то левой библиотеке. Следующий очень важный компонент – это Change Detection. Смотрите, то есть он выглядит очень просто. Мы берем из рутового компонента и обновляем все следующие. И делается это очень просто. У нас есть один глобальный класс, в котором мы храним ссылки на все компоненты. Если что-то происходит, мы фактически по ним проходимся и проверяем изменения. Смотрите, но здесь проблема, потому что чем больше растет наше приложение, тем оно медленнее становится. И здесь мы можем ускориться. На самом деле, ускориться мы можем очень легко. Кто любит функциональное программирование? Не стесняйтесь, поднимайте руки, вас много. Смотрите, для вас Angular сделал очень классную вещь. Они внутри встраивают и поддерживают иммютабильность. Смотрите, что они делают? Они говорят, вместо того, чтобы мутировать объект, вы возьмите так, вы просто передаваете именно измененный объект, иммютабл объект, передаваете. И с вашего компонента поменяете Change Detection Стратегию на OnPush. И все, и Angular будет понимать, что если не поменялась ссылка на объект, ничего не надо перевисовывать. Потому что вы ему честно говорите, что вы используете иммютабилити. И такой простой настройкой вы начинаете экономить очень много в плане производительности. То есть Angular начинает разгоняться очень сильно. И этим все механизмы вы можете управлять. Вы можете получить зону, вы можете запустить что-то внутри или вне ее. То есть вы можете что-то делать вне или внутри Angular. Вы можете получить Change Detection. И, как говорится, напрямую им управлять. Вы можете взять просто компонент Grid, который постоянно перерисовывается. Вы можете его выключить из Change Detection, пометить для изменений. И, собственно говоря, перерисовать, к примеру, каждые 100 миллисекунд постоянно. Потому что вы просто знаете, что он постоянно обновляется. И благодаря этому экономике. Смотрите, есть шикарная статья, которая еще в более хардкорной нюансе имплементации этого всего уходит. Но я сейчас просто о ней не буду. Потому что это одна статья, это тема одного доклада, как минимум. Или даже двух, просто чтобы это объяснить. Поэтому почитайте. Теперь про роутер. Смотрите, очень классное и интересное. Что мы можем сделать? Смотрите, в Angular есть роутер. Встроенный, еще что-то. И благодаря тому, что он тоже написан с использованием Dependency Injection, мы можем делать вот такие красивые вещи. Я могу взять и перезаписать URL Serializer, сериализатор URWA. И что я сделаю? Я тут пишу небольшую магию, собственно говоря, которая переопределяет два метода и вызывает какие-то классы. Ну, неважно, здесь эта магия на самом деле. Но что она делает? Дальше я в провайдерах у себя указываю, использую мою кастомную имплементацию. Я могу сделать так, чтобы, к примеру, когда пользователь перейдет на 404, у него его URL подменялся на символ Unicode какашки. Понимаете? Вот кто хочет себе такое сейчас внедрить у себя в продавчину? Вот. Есть люди, видите? И вы можете это сделать с помощью Angular. И самое главное, знаете что? Что ничего не сломается. Весь у вас существующий код, который работал, как работал, продолжит работать. Он никак не изменится и никак не сломается. Просто за счет того, что у вас есть такие возможности по перезаписи, грубо говоря, вот логики сериализации в роутере. И смотрите. Вот это вот вкратце все. Но что я вам хочу? Я просто хочу, чтобы вы поняли, что у вас за счет того, что Angular сверху донизу пропитан этим dependency injection, у вас есть доступ почти ко всем частям Angular. к примеру, React Fibers, кто слышал, да? Вот смотрите, вот, да, есть люди, кто слышали. Смотрите, React Fibers можно имплементировать в Angular, просто заменив один класс или несколько классов, грубо говоря. Но, естественно, да, не получить полностью весь React Fibers, но получить вот эту вытесняющую многозадачность. Просто потому, что Angular изначально спроектировали фреймворк таким образом, что вот эта логика проверки изменений, логика перерисовки – это отдельный класс, который вы можете переопределить и создать свою кастомную логику перерисовки, да, и имплементировать вытесняющую многозадачность. Просто за счет того, что у вас есть dependency injection, за счет того, что у вас есть платформа, за счет того, что у вас есть модули. То есть, скажем так, я не говорю, что Angular прям хороший фреймворк, у них очень много проблем, но единственное, что я очень хочу, чтобы по результатам этого стало то, чтобы вы решили его хотя бы попробовать. Просто посмотрите. И на этой хорошей ноте, когда я не чихнул, я, пожалуй, и закончу. Спасибо. 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 Спасибо.